Добрый вечер, дорогие друзья, меня зовут Игорь Иковенко. 22 часа 1 минута в Киеве, в Москве она сейчас больше, естественно. И мы представляем 107 выпуск программы «Медиафрения». Вы знаете, для меня в русской классике есть фразы практически бессмертные, которые выражают суть больших явлений. И одной из таких фраз для меня стал маленький отрывок из повести «Степь». История одной поездки Чехова, которая была написана в 1888 году под впечатлением от его поездки по Приазовью. Вот это такая фраза. «Наша матушка Россия, всему свету голова!» Запел вдруг диким голосом Кирюха, вернее, поперхнулся и умолк. Степное эхо подхватило его голос, понесло и, казалось, по степи на тяжелых колесах покатила сама глупость. И вот сегодня, спустя полтора столетия, число вот таких вот Кирюх в российской популяции не уменьшилось, но они изменились. Они переселились в телевизор, в Государственную Думу. И большое количество Кирюх гоняют теперь по Приазовью, но не на деревянных повозках, а на танках. И во имя матушки России убивают мирных граждан. А еще современные Кирюхи заполнили действительно все практически без остатка медийное и политическое пространство России и вопят своими дикими голосами всю ту же глупость. То людей сейчас в зале согласится, что русскому человеку присущее ощущение вот этой имперственности, быть имперцем, что бы это ни означало. Потому что Россия — это империя, а любая империя стремится к экспансии, к расширению. И не будет нам покоя, пока Россия не установит свой протекторат над всей планетой. Эту миссию на нас возложил сам Господь вместе с византийским гербом и величием Третьего Рима. Оттого и зовут нас народом-богоносцем. Если Кирюха Ивана Хлобыстин в российском медиапространстве занимает вполне комфортную нышу шута Горохова, такого полезного, юродивого, то Сергей Караганов, научный руководитель факультета мировой экономики, мировой политики Высшей школы экономики, человек, который долгие годы считался интеллектуалом, его даже какой-то западный журнал включил в топ-100 интеллектуалов планеты, ну, это они, конечно, погорячились, но тогда это была новость с пометкой «Вау». Но вот большая война, значит, ну, на самом деле, вот мое знакомство с тем, что делал и говорил Караганов до, скажем, войны против Украины, оно, в общем, производило впечатление такого человека достаточно занудного, но в целом, в общем-то, как-то не выдающегося из общего ряда вот этих вот докторов, профессоров, которые представляют собой российское экспертное сообщество. Но вот большая война, начатая Путиным 24 февраля 2020 года, оказалась для Карагановских мозгов непосильным испытанием. Он вполне себе отчетливо съехал с глузду и понес абсолютно лютый вздор, требуя немедленно начать ядерные бомбардировки европейских городов. И вот свежая партия карагановского бреда. Смотрите, что он пишет. Значит, опять-таки, Караганов, научный руководитель факультета мировой экономики, мировой политики, высшей школы экономики, пишет следующее. Европа – это самое худое, что породило человечество за последние, по крайней мере, 500 лет. Уж точно это неоколониализм, расизм, множество геноцидов, нацизм и так далее. Надо их убрать. Но, естественно, мы будем любить Венецию. Почему Венецию? Это отдельный разговор. Мы будем любить галереи уфийцы, но историческую Европу нужно спустить в ящик истории, чтобы она больше не портила жизнь человечеству. Американцы, все-таки, при всей моей нелюбви к ним, ни одной мировой войны не развязали. Конец цитаты. Ну, что останется от России, если Европу спустить в ящик истории, Караганов не пояснил. Возможно, потому что, все-таки, несмотря на все свое, на эти приступы безумия, все-таки он точно знает, что если из России вычесть Европу, то не останется ничего. Ну, просто ноль. Зеро. Поскольку те, что надеются на Евразию или Азиопу, не понимают, что Иркутск, например, или Красноярск, находящиеся в географической Азии, на самом деле являются точно такими же европейскими городами, как Москва и Питер. Впрочем, в биографии Сергея Александровича есть два факта, которые его связывают с Европой, имеется в виду с Западной Европой. Во-первых, он все-таки с 1988 года работает в Институте Европы Академии наук и является заместителем директора. А во-вторых, это, мне кажется, самое важное обстоятельство, благодаря чему ненависть его к Европе так столь остра, это то, что он совместно со своей супругой владеет двухэтажной квартирой площадью 84 квадратных метров в туристическом районе Венеции, которую квартиру, не Венецию, а квартиру сдаёт туристам. И вполне возможно, что угроза лишиться этой собственности, весьма прибыльной, порождает ту острую ненависть, которую он испытывает к Европе. И надо сказать, что тут у Сергея Александровича есть товарищ по несчастью. Это вечерний мудозвон, который так Европу ненавидит, что даже кушать не может. У меня масса друзей европейцев. Да нет, у меня больше друзей европейцев. У меня есть хорошие, нормальные люди. Да нет, они какой-то хороший. У меня простой тест. Друг европейца, давай со мной сфотографируемся. Он скажет, ты что, издеваешься, я что, уже под санкции попаду? Я говорю, ну тогда я за него такой-то друг. Вот такая у вас реализация. Я в нашей фотографии выставляю. Нет, потому что, знаешь, человек. А вот это так. Потому что Гендир и Бию в кулуарах побоялся подходить к моим замам. Да потому что я и говорю. А на улице снова бросился на челюсть. Поэтому я и говорю, когда бросился, в челюсть надо сразу. Тогда очень хорошо подговорить обратно. Надо поговорить и скачать информацию. Да ну, все эти объятия, вот в этом наша беда. Мы постоянно им верим. А надо один раз им указать их место. Кто им верит? Ну вы меня... Постоянно. Нам надо один раз указать им их место. Да, конечно, жилищный, квартирный вопрос испортил их. Но в данном случае квартирный вопрос с недвижимостью в Европе. Недвижимость в Италии, доступ к которому вечерний мудозвон очевидно уже потерял навсегда, громко говорит о том, как сильно Соловьев не любит Европу и европейцев. Вообще имперство Кирюх Богоносцев неизбежно порождает в качестве кумиров. И главный кумир во главе этого кровавого пантеона – это Сталин. Это как раз тот персонаж, который является абсолютным лидером по привязанности россиян во всех опросах. Но Кирюхи на этом не останавливаются, пытаются создать галерею, целую галерею культов палачей, в том числе Лаврентия Павловича Берии. У Берии была идея превратить Грузию. И вообще весь Закавказский регион в так называемую Советскую Флориду. Мы дружили с американцами тогда, Флорида. Они нам технологии. Они нам технологии отдавали. И вот превратить это в Советскую Флориду, в субтропики, где крокодилы, пляжи, шикарная жизнь, пальмы. А дальше он превращает Грузию в сельскохозяйственную державу. Идея вот этого курортной зоны в Абхазии, она тоже принадлежит Берии. До этого никто там не отдыхал, никто не ездил. В самурае нет цели, есть только путь. Вот то, что вы сейчас описали, есть очень хорошее слово, как мне кажется. Оно очень подходящее, в том числе для Берии. Предприимчивый. Предприимчивый во всем. То есть, по большому счету... И он в этом живет. И он в этом живет. И неважно, где, что нужно предпринимать. Дают Грузию, дают в Закавказье. Будем предпринимать в Закавказье. Будем суетиться... То есть, эффективный менеджер. Эффективный менеджер. Итак, Берия не палач, а эффективный менеджер. Ну, фактически герой. Вообще, вот этот вот персонаж Сергей Стилавин в «Девичестве Михайлов». Это особый вид кирюх от шоу-бизнеса. Ох, какой там целый рассадник вот таких вот современных кирюх. Это просто... Ну, я просто боюсь, так сказать, погрузиться в этот кирюшник. Потому что там можно просто отдельную программу делать. Кирюхи шоу-бизнеса, они отличаются легкостью в мыслях необыкновенной. Поэтому я совершенно не могу исключить, что следующим, кого Кирюха Стилавин захочет отмыть от грязи и поставить на пьедестал, будет, например, выдающийся рекордсмен-палач генерал Василий Блохин, который лично своими руками, просто руками физически, расстрелял 20 тысяч человек. Именно Блохин, кстати, руководил расстрелом в Катыни. И лично расстрелял там около 700 поляков. Кстати, похоронили этого в 1955 году на Новодевичьем кладбище. И я думаю, что нет ничего невозможного, чтобы вот такие вот кирюхи от шоу-бизнеса сделали, из этого палача-рекордсмена сделали нового героя. То есть, по сути дела, в этом направлении все движется. Вот вчера мы говорили о дне памяти политзаключенных. И как раз мы с вами говорили о том, как сдирают таблички, как уничтожают памятные знаки расстрелянным. То есть, на самом деле, упырито сегодня правят. Сегодня расстрельщики, те, кто расстреливал, те, кто то сажал, кто доносил, они сегодня правят. Они сегодня на коне. Поэтому ничего невозможного в том, что такие подонки, как Сергей Стилавин, возведут на пьедестал, в том числе и генерала Василия Ивановича Блохина. В этом ничего невозможного нет, судя по сегодняшней ситуации. Но вот среди современных кирюх-богоносцев попадаются те, кто в прошлом были вполне успешными в своей профессии. Пример такого бывшего профессионала, впавшего в державно-патриотический маразм, это директор Мосфильма Карен Шахназаров. Это после чего произошло? Мы что, сами по себе пришли в Европу? Это произошло после, по тем временам, самого беспрецедентного нашествия вообще в истории человечества. 600 тысяч на армии не собирал никогда никто. За последние 200 лет Запад 4 раза вторгался на территорию России. 4 раза. Наполеон, Крымская война, интервенция, 18-19 год, Великая Отечественная война. 4 раза. За 200 лет Россия хоть раз вторгалась хоть в одну страну Европы. Нет, не вторгалась. Эти истории с Прагой, 68-й год, с Венгрией, 56-й год. Ну давайте, это была наша зона интересов. Эти страны воевали на стороне фашистов против нас. Поэтому это совсем другое. Ну да, совсем другое. Вообще, конечно, потрясает вот эта вот история от державно-патриотических кирюх. Это совершенно отдельная тема. Вторгалась ли Россия за последние 200 лет хоть в одну страну Европы? Перечень в студию, конечно, можно предъявить. Можно говорить о том, что, начиная с русско-шведской войны, начало 19-го века, после которого Россия оттяпала Финляндию, ну и дальше весь 19-й, 20-й век, вторжение в Польшу, 1939 год. АУ, это что? Не вторжение? И оккупация части Польши. Раздел Польши между Гитлером и Сталином. Это не вторжение? Вторжение в Финляндию 1939-1940 годы. Оккупация части Финляндии. Это что, не вторжение? Ну и, наконец, Прага 68-й. Причем здесь, кто на чьей стороне был? Ну, то есть, и Прага 68-й, и Венгрия 56-й, и многие другие вторжения, и, так сказать, оккупация фактически всей Восточной Европы. Ну, это, опять-таки, отдельная тема, такая вот история от державно-патриотических кирюх. Но еще одна особенность современных медийных державных кирюх – это непреодолимая страсть к вранью. Не только вот к такому, я бы сказал, историческому вранью, который выдается за правду. Но вот в целом ряде случаев это вранье даже не прикрывается фиговым листком. Нет даже видимости выдать вранью за правду. Вот, например, один из ярких примеров такого бесстыжего вранья – это когда ведущий Первого канала Кузичев наврал в эфире, что президент Украины Зеленский привез из Европы автомобиль Гитлера, но не стал даже скрывать, что это фейк, и все равно выдал эту чушь в эфир. В частности, вот с чего такая интересная информация гуляет по интернету. Я сразу оговорюсь. Давайте, если будут вырезать и пытаться, знаете, вот из наших и многих наших заявлений пытаются сделать потом как-то вбросы, смотреть, что они несут, говорю официально. Скорее всего, это фейк, да? Но тем интереснее, потому что вот американская пресса пишет, конкретно Seattle Tribune, что Владимир Зеленский, внимание, после своего визита в США вернулся домой с покупкой, с обновочкой. Это автомобиль, который принадлежал когда-то Адольфу Гитлеру. Понимаете, вот на самом деле действительно, прекрасно понимая, что это фейк, что это полная ерунда, тем не менее, выдает это в эфир в расчете на то, что кто-то что-то недослышит, кто-то что-то не поймет, и пойдет гулять этот фейк, запускается этот фейк, так же, как запускался мальчик в трусиках, так же, как запускались другие фейки, вот пойдет гулять по интернету. Почему бы нет? То есть, ну, я уж не говорю о том, что кто является на самом деле поклонником атрибутов, там, фуражек Гитлера и так далее, кто хранит все это гитлеровское дерьмо в главном музее Парка Патриот, уже давно известно. Но реальность, ситуация такая, что война против Украины, она требует от информационной обслуги перехода на совершенно новый уровень массовости производства фейков. И все чаще, даже не надо присутствовать в кабинетах Кремля, чтобы понимать, что там все чаще звучат гневные голоса. Эрнст, Добродеев, где новые распятые мальчики? Соловьев и так далее. То есть, ну, вот в духе Пригожина. Но очевидно, что Соловьев и Скобеева явно не справляются с таким потоком. Тем более, что и аудитория у них снижается очень резко, и программы Соловьева уже скатились ниже топ-50 программ, то есть, на самом деле, на самое дно. Ну, явно они не справляются с потоком. И поэтому приходится прибегать к помощи искусственного интеллекта, ну, а попросту к помощи кирюх-роботов. ...часть ведущих, ведущих, телеведущих не существует. Их нет. Они искусственные полностью. Нет этого человека и никогда не было. Нет этого лица. Это мы взяли, сгенерили, придумали. Голос, все остальное, характер. Они ведут свои соцсети. Одна из них написала, значит, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Первые там 10 тысяч уже, не помню, или 100 тысяч подписчиков, когда мы придем к власти, получат амнистию. Она так шутит. Ну, то есть, вы понимаете, что происходит. То есть, если еще там, в начале этой войны, в 2014 году, им приходилось платить всяким бомжихам по 200 долларов, чтобы те рассказывали про распятых мальчиков и прощее зверство нацистской и украинской хунтой, то теперь ничего платить никому не надо. Надо просто нарисовать. Ну, и вот это действительно уже антиутопия покруче Орвелла. Потому что нарисованные пропагандисты пропагандируют войну, гонят реальных людей в штурм. Несуществующий ведущий объясняет какому-то ватнику в хрущевке, почему ему необходимо срочно умереть за углидах. То есть, в конечном итоге, здесь уже можно фантазировать, что и самой Симоньян нет. Хотя, на самом деле, Симоньян все-таки есть. Потому что, на самом деле, есть целый ряд людей, которых трудно заменить роботом. по целому ряду физиологических причин. Вот один из тех, кого нельзя заменить роботом, это генерал Гурулев. В том числе и потому, что робот столько не выпьет. Вот ты сегодня пришел домой. Ты ответил на вопрос, что ты сделал для страны, для победы. Что ты сделал? Если ты на этот вопрос не ответил, то, друг мой, день прожит бесцельно. А в военное время это, по сути, предательство. Изумительная история, конечно. Вот любопытно, что генерал Гурулев делает для победы, когда приходит домой. Страшно себе представить. Вот действительно, вот пришел домой, что ты сделал для победы? Ну, обычно в таких случаях, говорят, в глаза еще смотреть. А главное, где свидетели таких, твоих домашних подвигов? Смог ли ты, придя домой, каким-то образом взять, захватить очередную страну или убить каких-то украинских патриотов? Нужны же доказательства в суде. И вот хорошо, Маргарита Симонян и Тиграну Киасаену, они всегда могут подтвердить, что и дома занимались безудержным и неистовым патриотизмом и неустанно ковали победу. Современный мир устроен так, что на основании просто того, что это когда-то было твое, это не повод. Раз уж какие-то люди до нас, даже несправедливо, даже неправильно, так договорились, надо уважать международное право. Ну, твое это... То же самое же происходило с Грузией, правда? У нас Абхазия просилась с 93-го года в состав Российской Федерации. Они принимали на уровне парламентов, значит, бесконечно писали письма, принимали какие-то резолюции, еще чего-то. Они даже просились, был момент, состав Краснодарского края. Просто очень просились. Возьмите нас, пожалуйста, состав Краснодарского края. А Россия делала что? Россия говорила, нет, мы уважаем международное право. Как бы нам не хотелось иметь Абхазию в составе Краснодарского края, потому что красивее Абхазия и лично я вообще не видела в мире ничего. Поэтому, безусловно, такой цели никогда не было и никогда нет. И сейчас нет. Я вообще против присоединения к России любых территорий, жители которых не хотят быть присоединенными к России. Фантастическое существо. Действительно, никакой искусственный интеллект не способен сгенерировать такой сгусток как Маргарита Симонян. Ну, пока, по крайней мере, не способна. Как знать? Может быть, дойдет до этого. Бессмысленно, конечно, спрашивать Маргариту Симонян, зачем Путин полез в Украину, если какие-то люди до них договорились признать ее суверенитет и границы 91-го года. А еще там какие-то гарантии безопасности давали. И зачем, если вы против того, чтобы присоединять территории, жители которых против России, зачем вы пытаетесь оккупировать те территории Украины, где вас точно ненавидят. Причем ненавидят все, люто ненавидят. Например, такие территории, как Запорожье и Херсон. Ну, впрочем, это действительно риторический вопрос, потому что у меня такое ощущение, что роботам можно задавать такие вопросы с большей эффективностью, чем Маргарите Симонян и другим обитателям российского телевизора. Дорогие друзья, мы на этом завершаем наш сегодняшний выпуск программы «Медиафрения». Слава Украине! Берегите, пожалуйста, себя, свободу Александру Скобову, всем политзаключенным и украинским военнопленным. И завтра, как обычно, в 7.40 мы с вами увидимся, будем вместе думать о том, что происходит в России, в мире и в наших душах. Доброй ночи! Берегите, пожалуйста, себя. До завтра! Увидимся! Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Продолжение следует... Продолжение следует...